Добрый вечер! Продолжаем наше занятие по книге Хувата Левовод «Обязанности сердца». У нас идет 102 занятие. Находимся врата пятых. Называется «Посвящение наших дел». Глава пятая. Уже долго ее разбираем. Суть этой главы, содержанию, раскрыть нам все стороны влияния дурного начала, дурного побуждения на человека. Кто следит, он, в принципе, обнаружит энциклопедию того, что происходит в самом человеке, что может произойти в самом человеке, вся борьба, которая происходит в нас. Это для тех, кто борется, для тех, кто не борется, все это совершенно нерелевантно. Под конец, уже много занятий, разбираем 12 путей, по которым, как альтернатива, это дурное побуждение может увести человека от того прямого пути. Прямой путь всегда один к Творцу. Уйти от него есть много путей. Он указывает нам на несколько, всего лишь 12. Есть больше те, которые могут увести человека от этого прямого пути. Каждый раз мы напоминаем то же самое. Надо это снова и снова напомнить. Может, войдет хорошо в наше сердце. Дурное побуждение – это некая духовная реальность, которая никуда не исчезает, никогда не прекращает выполнять ту функцию, для которой он был сотворен. До конца нашей жизни он будет с нами бороться. То есть, в том числе бороться он будет стараться уводить нас не в ту, в другую сторону. То есть, все, что мы будем пытаться сделать в сторону духовного развития, он сделает все хитрости, чтобы не дать нам эту возможность. И вот мы разобрали один за другим много этих путей, уловок, которые есть, куда дурное побуждение может нас увести. Давайте разберем следующее. Говорит он так. И если не поразят тебя его стрелы во всем, о чем мы здесь упоминали, то есть до этого, он будет подстерегать тебя в минуты успеха и горя. Ецарара, дурное побуждение, она будет бороться с нами. Будет бороться до конца. И если оно не преуспеет в этом, она всего лишь поменяет тактику. То есть, состояние, когда человек хочет жить духовной жизнью, и он почему-то по каким-то причинам считает, что у него нет борьбы с ецарара, такого не бывает, нереально. Значит, он что-то пропускает, на что-то закрывает глаза, слеп. Борьба неизбежна. Война неизбежна. Если мы только пытаемся понять и осознать наше положение, то мы понимаем, что воевать необходимо. И вот к чему надо быть готовым. Почему нам раскрывает Арбейну Бахи эти разные пути? Потому что чем раньше человек будет подготовлен к нападению, будет знать, с какой стороны это придет, тем больше шансов, что он может выиграть поединок. Откуда сейчас оно придет? И вот следующее, это, что называется, стандартная ситуация с каждым из людей, которые хотят соблюдать. О чем тут речь идет? Он будет подстерегать тебя в минуты успеха и горя. То есть в ровной ситуации, так сказать, он будет ждать, затаиться. А как только придет успех? Или только придет горе? А-а-а, вот это время, это подошла та самая минута, которую я ждал, вот теперь можно его за горло схватить. Как? Когда твои дела будут идти так, как тебе хочется, он будет говорить тебе следующим образом. Это результат твоих стараний, ухищрений, мудрости твоей. И потому являя сердце в дела своего мира, трудись над ними. И тогда продолжится успех, и произойдет достигнутая ранняя. Встречай же эти дни в радости и усладе, ибо еще совсем немного, и будешь ты вызван по имени, и откликнешься на призыв Бога своего, чтобы отправиться в тьму могильную, в место, где нет ни деяния, ни движения, ни удовольствия, ни страдания. А еще в доказательство, что приведет. Ну, смотрите, вот сказали мудрецы, и все, что найдешь, посильным для рук своей, для руки своей делай, ибо нет деяний, расчетов и знания, и мудрости в могиле, куда ты идешь. Это в хорошие минуты жизни. Придет успех. Человек заработал, человек получил признание, кто его похвалил. Ощущение... А кто этого добился? Тот же голос, который будет звучать как само я. То есть, это не придет откуда-то, что вот, а он сказал, не-не-не. Откуда-то ясно приходит убежденность. Она не требует никакого подтверждения, никакой логики, никакой рационализации. Ясно и понятно. Кто добился? Кто заработал? Кто преуспел? И если бы я вовремя бы не сообразил, если бы я бы не позвонил, и если бы я бы не подсчитал, и если бы я бы... Естественно, что это все я. А если это так, что это значит? То и тем более, и тем более, мне нужно продолжить теперь заниматься этими делами, даже, можно сказать, еще с большим усердием, потому что я могу еще больше добиться. И тогда что пропадает? Пропадает полностью, как мы с вами долго-долго разбирали. Вся связь с Творцом. Все, что называется упование, все, что сказано, вера, все, как будто и не было. Ха-ха-ха, скажет я, царо-радурное побуждение. Но этого же я и хотел. Занимайся, ты будешь наоборот, ты добьешься. Я тебе помогу даже. Я тебе такое усердие, я тебе такие... Сделаю этот укол, из которых тебя будут держать, ты по 48 часов не будешь спать, ты будешь свеженько, как огурчик, будешь бегать. Я же добился. Это дает так много сил. Андриана, человек чувствует, что он может вообще весь мир захватить. И тогда что? И тогда подтолкнут его в эту сторону. Кроме того, что теперь с этого момента голова полностью занята делами этого мира. Сейчас придет на этом, что называется, можно скакать, на этом можно использовать. Как можно это использовать? Когда человек в такой уфории, то очень легко ему нашептать на ухо о том, что смотри. А в принципе, жизнь прекрасная. А жизнь, в принципе, очень хорошая. А жизнь, она, смотрите, полна наслаждениями, полна удовольствия. Можно поехать сюда, можно посмотреть это, можно встретиться с этой. Чего только нет в жизни. А что мне мешает? Кипа на голове, это все мне мешает. Если бы не было с этой кипой, что-то, я думаю, смотрите, люди преуспевают в жизни. Поэтому посмотрите, люди преуспевают в жизни. Они встают утром, им не надо час молить, молиться, не надо готовиться, то этот филин, то этот, они сразу работают, открывают сразу этот мейл, и не знаю, что там, это самое, начинают там нажимать на кнопки, и получаются, миллионы люди зарабатывают. Они на ноги становятся. Вот смотрите, один уже там приобрел себе небольшую гостиницу, а этот, смотрите, на какой машине едет, а этот уже вообще скоро, не знаю, миллиардером станет. Говорит, это люди продвигаются, а я что? Тако. Застрял. Застрял. Застрял, религиозный, то, праведник, какой ты праведник? Какой ты праведник? Ты будешь праведником? Каким ты праведником ты будешь? Ты же знаешь, кто ты такой. И никогда не будешь великим праведником, не будешь великим мудрецом, не будешь, оставь все это, глупости, молитвы, все равно ты ничего не понимаешь. То, что учатся, тоже ничего не понимаешь. Ты все время обманываешь, будь реальным человеком. Я правильно говорю? Вы чувствуете, что не требуется нам это цитировать, это я царара всегда очень легко. Почему? Потому что каждый из нас слышит его по многу раз в день. Живи, получай удовольствие. Помрешь. Могила скоро. Надо успеть, понимаете, надо успеть. Но людей светских вообще ведь в принципе, в принципе, да, то есть мы тут сидим, рассуждаем, у нас какая-то опция есть, а у них нет никакой опции. Для вся жизни это или есть наслаждение, удовольствие какое-то, или, не дай бог, не дай бог, его нет. Понимаете? Вся жизнь это просто мирутс метураф, это просто гонка, сумасшедшая гонка за удовольствием. А что еще мне принесет удовольствие? А что приносит, сказать, удовольствие? Что приносит? Есть простые телесные удовольствия. Верно? Много раз об этом говорили. Покушать, покушать с этим, покушать это, вверху, внизу покушать. Есть деньги. Деньги заработать, это удовольствие. Почему? Потому что деньги, это фантазии, которые могут купить все и приобрести все. Даже одна мысль, что я выиграю в миллионы, в лоту, уже успокаивает, уже становится хорошо, потому что я могу это купить, это купить с миллионером, с отменизмом, а если у меня это действительно есть? Самое большое удовольствие, это, естественно, это почесть, это когда меня уважают. Или там я добился, крутой, на меня все смотрят, завистью или там вообще удовольствие. поехать куда-то, отдохнуть, развлечься, посмотреть. Это вся жизнь, нет другой жизни. Представьте себе, что человеку это не удается. Представьте себе, был случай, человек попал в аварию, парализованный. Все тело. Молодой парень. Осталось только, голова работает. Масэш Айя, это было, это реальная история. Его брали у него, этот, как его, район. Интервью, 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 интервью. Все, он говорит, а вы не подумайте, он говорит. А вы думаете, что я, что я не получаю удовольствие от жизни? У меня есть филиппин, значит, кто-то помощник. У меня вот на коляске, мы с ним ехали и вот в такое-то место, и вот в такое место мы были, и вот тут были, и там были, получали удовольствие, а тут получали удовольствие. Жизненно это только полно удовольствия. А потом стал вспоминать о том, что, смотрите, ну я успел в свои 18 лет и туда съездить, и туда съездить, бару хашем, что успел там, и тут быть, и тут быть, и тут быть, иначе вообще ни с чем не остался бы. Понимаете, это вся жизнь, это одни удовольствия. Человек, который пришел к еврейской жизни, ему приходится так или иначе как-то с этими удовольствиями бороться. Верно, завтра умрешь, но именно мысль о смерти, они заставляют его чуть-чуть отречься от этих удовольствий, в отличие от людей светских. Наоборот, мысль о смерти подстегивает, а кто? Тот самый дурное побуждение, который говорит, ну давай, скоро умрешь, давай, тут ешь, тут езжай, тут сюда, смотри, глаза ненасытные, насыщай их, чем больше, чем быстрее десут, скоро, не знай, когда помрешь. Человека, который старается что-либо соблюдать, по-видимому, мысли должны как раз быть наоборот, смерть, она должна пробудить человека, не знаю, что там ждет. А вдруг там меня, да, ждет, ждет. А я думал, что меня там ничего не ждет. А вдруг меня там ждут. И не просто, а вот как рассказывают эти пугающие меня датишники, что там меня ждет суд. Иди, знай, как судить будет, как на жизнь сложат суд. Яцарара, он дурное побуждение, он заставляет человека, заставляет человека отречься от всего. Он заставляет, заставляет его сунуть голову в этот мир, наслаждаться в этом мире, и ни о чем не думать. Почему так проще, там легче. Нет сопротивления, нет боли борьбы с этим дурным побуждением. Кто когда-то сталкивался с этой борьбой, знает, насколько это больно. Знает, насколько, по-видимому, самая большая боль. Нет, есть боль, естественно, физическая, там, не знаю, там, там, порезался, не знаю, там, рана, то, это. Есть боли, есть много болей, есть боли болезней, есть боли душевные, есть боли... Но вот такая боль, которую человек сам причиняет самому себе изначально, это боль борьбы со своим же дурным началом. Преодолеть его, это колоссальное усилие требуется. И это больно, люди избегают и хотят, хотят комфорта, хотят удовольствия. Это их пугает, не хотят борьбы с самим собой. А если не борешься, то проигрываешь, и вот тогда приходит дурное начало. Еще больше говоришь, наоборот, и видишь, в случае, мы разбираем случай, когда пошла, успех, пошел успех, он использует эту минуту успеха, когда приходит эта уфория, когда приходит такая, а, я могу, я преуспел все, а, если ты можешь, если все хорошо, давай, ешь, пей, езжай, туда-сюда, получай, да, можете... Оставь покой твои эти религиозные дела, ничего страшного, вот так помолился, ну, смотри, две минуты тоже хватит помолиться. И поехал сюда, кошерно, не кошерно, это приблизительно кошерно, это не должно быть совсем кошерно. Посмотрелось, девушке тоже можно говорить, нет запрета, нигде не написано, что есть запрета. Можно говорить с этой, с одной, с другой, с третьей, с четвертой, не написано, со сколькими, вообще нет никаких ограничений в количестве и в качестве. Что делать? Вот, предупреждает нас, это то, что нас ждет. Это нас ждет. Будь осторожен, говорит нам раба и нубахи, потому что это проще всего, это проще всего. Почему? Потому что он ждал, он ждал минуты, когда вот это воодушевление от успеха, да, оно чуть-чуть притуманит наши мозги, наш разум, тот единственный, который может бороться против этого дурного побуждения. Эмоции приходят, а это я, это я. Видите, что может, как осторожно надо быть. А с другой стороны, с другой стороны, а в тяжелую для тебя минуту злое побуждение представит перед тобой картина благополучия злодеев и успехового богоотступника, о которой сказано, спокойствие в шатрах у грабителей, безопасность у гневающих Бога. Так сказано в книге Йова. Она скажет, эта беда пришла к тебе только потому, что ты был преданным служению Богу и исполнению заповедей. Но ты не можешь выдержать этого из-за того, что груз, груз тяжел, а цель далека. Если бы ты снял бремя служения со своего сердца, отдохнул от него, был бы твой удел счастливым. Как это ты видишь, он нечастливый, нечастливый. Посмотри, что сказано в Писании. Через тех, кто близок мне, освящусь. Так же сказано, лишь вас я знал из всех семей земли, и потому взыщу с вас все грехи ваши. В книге Амос так написано. То есть, когда приходит тяжелая минута, тяжелая минута, то там тоже есть эмоции. Тяжелая минута тоже эмоции. А когда снова приходят эмоции, то уже голова не так работает. Вот тогда можно и дать этому дурному побуждению, нашептивать нам на ухо то, что ему хочется, а не разум. И тогда что он будет говорить? Говорит, смотри, смотри. Смотри, как этим... Видишь, люди светские? Им хорошо. Меня не раз спрашивали. Один пришел, говорит, знаете, я вот стал человеком религиозным уже скоро год. Я пошел в Милуим. Кто знает израильскую практику, знает у нас. Ходят в Милуим, молитов-то на призыв, в резервистскую службу. Идут на три недели, на месяч. Я прихожу туда, я встречаю, ребята довольны. Они жизнерадостные, полные силы, полные. А я пришел. Человек религиозный, напряжение. Я весь трешусь. Я вовремя проснулся. Надо молиться. Но нельзя молиться, пока еще темно. Надо посмотреть. Надо точно знать, какую минуту в минуту, чтобы я не помолился раньше, чем можно поставить твилин и цицит. И пошло, пошло. Теперь, а что за кашуру тут? А я этот кашуру не ем. Нет, вот это да, это нет. Я все время в напряжении. А я вообще, когда сказал барху, я сказал, я с намерен, да или нет. Я молился вообще, я понимал, что я молился, да или нет. Я все время нахожусь. Я смотрю, они радостные. Они, посмотрите, они все время смеются, хохочут. Какие-то анекдоты рассказывают. Им так хорошо жить. Да, они ездили за границу, они возвращаются. Я не могу ездить за границу. Хотя сейчас все едут. У нас нельзя ехать за границу просто так. Нельзя, нельзя покидать землю Израиля. Если уже ты тут, то нельзя ее покидать. Но есть особые причины, тогда можно. Это уже надо, говаривать об этом. И так далее. Не эта тема, чтобы тут не эта тема. Но факт тому, что им хорошо, а мне плохо. Это конкретный человек обратился с этим вопросом. И не знает, что все это подготовлено уже давным-давно. Уже все известно. 900 лет до этого уже все это описано. Ждал этот детский рара. Только когда человек. Только чуть-чуть минуты. Минуты слабинки. В момент, когда какое-то горе, когда трудность, когда он смотрит. А эти богатступники, смотрите, как им хорошо. Заработали. Довольны. Смеются. Теперь пойдите, объясните им, что смех, который у них есть, это от того, что они наконец-то вырвались из дому. И не надо нести все эти ответственности дома. Пойди и объясни им, что это отыскать от того, что когда встречают друг друга, то для того, чтобы произвести впечатление, можно даже и без водки чуть-чуть хорошо посмеяться, поразвлекаться. Вообще, милым это прекрасно. Встречают своих, кто это. Кто там служит, это редкий кто служит. А в основном, надо знать, вечером можно поехать куда-то туда, съездить туда. Ребята сели все с машинами, приехали туда-сюда. Это прекрасная жизнь, можно развлекаться. Милым это не всегда, как люди думают. Хотя, если, не дай бог, да, есть опасное положение, то действительно это очень непросто и так далее. Не дай бог, это Абальд. А тот, кто в мирное время, ему можно и смеяться, и хохотать, и все хорошо. Там хорошо проводят время, ребята. Почему бы и нет? Объяснимо. Посмотри, никогда не остаются одни. И, посмотрите на них, когда они вернутся домой, в каком состоянии. Как он появится перед своей женой, тоже будет такой довольный, веселый, такой радостный. Пришел, добрался сил, я говорю, на, все, давай теперь. Или он придет. Ой, я пришел из Милуим, я только из военной службы пришел. Не трогай меня, я не могу, я ничего. Проверь. Проверь. Но это я не могу сказать ему. Невозможно сказать. Не будет слушать. А что нужно? Нужно вот показать ему, что тут происходит. Это дурное побуждение говорит ему, что я вообще религиозно. Ты кем хочешь быть? Праведником. А что сказано по праведникам? Что о нем сказано? Что о них сказано? Они первые, кто будут страдать. Знаете, сколько есть этих высказываний мудрецов о том, что страдать будут первые, кто и страдает. Есть такое даже выражение, видите, они годники, хорошо ему, а праведники страдают. Почему страдают эти праведники? Так получается, что? Если праведники страдают. И Тора изначально, сам Творец обещает, что праведники будут страдать. А я хочу быть праведником. Что же получается? Я что, мазохист? Значит, я хочу, чтобы мне было, чтобы я изначально, я хочу, чтобы для того, чтобы страдать. Понимаете, что может получиться, так что, я буду религиозным еще? Человек приезжает, вообще не понимает, почему, как, что. Думаете, это все? Смотрите, что дальше он пишет. Смотрите, он разбирается, разбирается в нашей душе. Понимаешь, как хорошо разбирается. Когда дурное побуждение увидит, что ты взялся сделать какой-нибудь из дел, относящийся к служению, оно станет расписывать перед тобой трудности, связанные с его исполнением, и запугивать ими тебя. После того, как подготовка сделана, то есть, обратите внимание, как это же конкретно надо осуществить. В момент, когда есть успех, или в момент, когда есть неудача, или, я знаю, там, или какая-то беда, там, что называется, разрыхлили почву, подготовили ее очень хорошо. Отсюда и дальше, когда уже придет время что-либо осуществить, соблюсти какое-то повеление и так далее, что произойдет? Смотрите, что произойдет. Говорит, ты чего? Смотрите, 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 как тут сказано. Например, приводит даже пример, не надо даже придумывать. Вот пример. Он говорит так. Если это дело пост, оно будет говорить тебе так. Стерегайся, ибо пост ослабит тебя и навлечет на тебя болезнь. И не сможет заниматься ни делами этого мира, ни делами мира будущего. Что за пост? Фу, постятся. Целый день я не буду ем. Я ослаблю. Ослабленный организм, он подвержен влиянию микробов, вирусов. Я заболею. Что они хотят, чтобы я заболел? Получается, что я заболел. Видите? Я не буду. Чего страшно? Без меня тоже не... Без меня тоже могут попаститься. Конечно, он не должен болеть. Меня спросили однажды, почему иудаизм пробуждает, подталкивает к пьянству? Очень интересный вопрос, сказать, к пьянству, к пьянству. Естественно, кто оттуда приехал. Не, не, вот это да. Я говорю, тебе интересный вопрос. У каждого свои ассоциации, понимает каждый согласный. Был вопрос, что у нас врасплох, не совсем понял, в какую сторону даже это идет, то есть, с какой стороны. Что мы снова натворили? А выяснится о том, что кедуш, оказывается, кто-то вычитал, что принято делать на вину. Ну, ага, так вы, значит, вот как раз это алкоголизм развиваете в своих рядах. Да, то есть, и вот молодые кадры тоже вот с детства, они пьют, привыкают. Вот видите, будут алкоголиками. А если дело идет о дополнительных молитвах ночью? Он скажет, сон для тебя важнее пищи. Он хранит твое здоровье, укрепляет тело твое больше, чем пища и питье. То есть, если есть молитвы ночью, не будем касаться, это нас не касается. Или там учебы, ну, не в стандартное время. И чуть-чуть там, то ли раньше, то ли позже. Одно из замечательных вещей, которые существуют в нашей практике, это встать утром раньше начала молитвы и чуть-чуть учиться до этого. А после этого только пойти на молитву. Есть люди, до сих пор еще есть такие, которые практикуют это. Вы придете, к началу молитвы, увидите, что уже они сидят, они уже учатся, и только после начинают молить. Или завершить, как сказано, что надо учить Тору и днем, и ночью. То надо выполнить и днем, и ночью. И надо учить, чтобы было и ночью тоже учить, из которой делают цедр, даже ночью. Ночью? Так я же не высплюсь. Наоборот. А сон – это вещь важная. Действительно, сон очень важная. И так, чтобы никто не понял. Речь тут идет о людях чуть более сильных, чем в нашем поколении. И тогда, в те времена, можно было, согласно тому, как человек был, в каком состоянии находился, он мог себе позволить чуть-чуть не спать ночью, ничего страшного не было. И тем не менее, придет дурное начало, и это побуждение скажет ему мафия. А питом? Не так. Сон для тебя важнее пищи. Он хранит твое здоровье, укрепляет. На следующий день ты не сможешь вообще функционировать. Иди спать. Не надо учиться. Мужчина в основном знает. Любая попытка, знаете, перед сном, вечером, понимаешь, открыть что-то, учиться. Фу, надо бороться с ецарар. Надо, понимаешь, надо зубами скрести. Почему? Говорит, иди спать. Наоборот. На свежую голову. Утром. Все будет нормально. Не волнуйся. Главное, сейчас не учиться. Держи же, речь идет о подаянии бедным. Оно представит перед тобой, перед твоим воображением, как будто эта помощь разорит тебя. Нарисует перед тобой картины нищеты, напомнит во всем связанном с обездоленностью и убожеством. Могу сейчас вам рассказывать, рассказывать, люди. Вы не представляете? Это не... Про нашу брата вообще не говорить. И к нему и с особым претензией не надо приходить, потому что у нас просто нет культуры дзадаки. У нас нет культуры пожертвования. Мы не выросли в этом. А если даем, то только все для того, чтобы прославиться на какие-то, на то, что станет всем известно, на какие-то... На то, что по-настоящему нам очень тяжело давать, а кто уже чуть-чуть перестроился, богословенен будет. Я говорю про людей, которые выросли во всем, и несмотря на все это, то есть они выросли в культуре давать, дзадаку и так далее. И тем не менее, это очень-очень тяжело. Каждый раз какое-то такое ощущение, вот я, если я дам, больше, чем шекель. Вы понимаете, такое ощущение, что на этом дело, в общем, я этот день не закончил. Надо прикинуть, что я в состоянии, что я не в состоянии. У меня есть бюджет. Я его разбиваю на 30 дней, да. Убираю 4 субботы, да. Но остальные мне надо как-то выкрутиться, надо покупать. Причем, когда проходит, а сейчас проходит очень много, утром, кто знает, у нас в Иерусалиме проходит порядка порой 10-15-20 человек, которые просят подаяния посередине молитвы. Это не до того, после которой посередине молитвы. И которые надо каждому дать полшекеля или шекеля, и ощущение такое о том, что они прикончили твой бюджет. После молитвы идешь в Маколит, в магазинчик купить что-то, совершенно не замечая, смотришь, остался без 70-50 шекелей. Не замечая, мелочи, совершенно маленькие, которые, знаете, даже не заметил, ничего страшного. Так это 12 шекелей, это не 8 шекелей, я же не пойду туда, в другой магазин подешиваю, а уже тут я куплю. поясняется, что этот шекель, он вообще цены не имеет, он меньше шекелей, больше шекелей даже не смотрит. Как только дело доходит из таких, шекель, это шекель, вдруг ты чувствуешь, что это, 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 это деньги, это деньги, не просто так, заработал, это тяжело, это не зарабатывается просто так. историю слышал из первых рук, которые, приехал один из посланников в Лос-Анджелес, и там пошел к своему другу, которого не видел какое-то время, друг, понимаешь, друг, который богач, разбогател, рабомат, настоящий богач. Пришел к нему, рассказал, встретились, обнялись, все, рассказал, смотри, я приехал сюда, ищу помощь, пожертвования на то, это, он говорит, нет проблем, конечно, вытащил 100 долларов, дал, я приехал из Израиля, я приехал сюда, сколько я летел, 100 долларов ты мне дал, он говорит, а что ты хочешь? Так он ему ответил, а что ты хочешь? Вот посмотри, видишь этот, у него, он полмиллиарда, он весит полмиллиарда, у них такие, жаргон, весит, сколько весит, а этот чуть ли не миллиард, а я, у меня каких-то несчастных 100 миллионов, я практически, я тот самый бедный, я не могу тебе начать сейчас давать, я тебе дам, я вообще ни с чем не стану, и этот человек говорит на полном серьезный, человек рациональный, умный, говорим, он просто онемел, как это может поменяться, это психолога человека, довести до такого состояния, что он будет утверждать, то есть он имеет 100 миллионов, и он у него, беднее, из-за этих 100 долларов, он даже не хотел добавить еще 100, все, все, надо, не больше, А что дальше? Это и так, со всеми видами заповедей и добрых дел. Вот скажите, есть бекур холи, да, слышали бекур холи? Это посещение больных. А что в больнице? Вы знаете, что в больнице? Вы знаете, что в больнице? Инфекции. Вы придете туда здоровый, уйдете туда больным. Хотите, чтобы я туда ходил заболеть? Я точно заболею. Точно заболею. Понимаете? Естественно, что я не буду ходить для выполнения митцву бекур холи. Я заболею. Я же не могу туда ходить. Помню, когда с ребятами преподавал. Сказал, смотрите, надо на молитву. Учили, учили аллахот. И учили законы, законы молитвы. И там сказано, что в синагогу надо идти быстро. Реакция ребят. Мы ноги сломаем. Нельзя ходить быстро. Можно ноги сломать. То, и ФМО закончила занятия, всех смыла, знаете, как-то в столовую. Я говорю, смотрите, осторожно, сейчас ноги сломаете. Не, ничего. Какие ноги сломаете? Прытки, здоровые, спортсмены. Видите, все как работает, всех одинаково. Но когда подумаешь, и так он говорит, и так, со всеми видами заповедей, добрых дел, будет стараться запугать тебя, преувеличивать, раздувать, связанные с ними трудности, чтобы ты просто их оставил. И можем продолжить, продолжить, что каждый из вас может тут добавить этот список. Что делать? Как с этим бороться? Но когда подумаешь совершить грех, а, он продолжает, это еще не все, это еще не борьба, это наоборот, он только говорит, секундочку, это когда ты собрался сделать митцву. Когда сделать доброе дело, он опустит на тебя страх. Ты куда? Не получишься, заболеешь, ломаешь голову, руку, ногу, не знаю, не получится. А наоборот, человек хочет сделать нехорошее дело, но когда подумаешь совершить грех, оно постарается обольстить тебе удовольствием от него, а, это уже хорошее дело. Заставить тебя забыть о наказании, поторопить тебя по пути греху и свернуть к нему твои стопы. Когда дело доходит до чего-то такого, такого пикантного, обратите внимание, сколько у нас появляется энергии притости. Ну, самый типичный пример, который мы увидим у мужиков, да, как только сказали, ребят, давайте сообразим, вы видели эту картину, что происходит? Моментально все вдруг, знаете, глаза начинают гореть, все зажигаются таким энтузиазмом, все начинаются бегать, так сказать, знаете, такой-то приподнятый дух, и все туда-сюда соображают, надо было сообразить, значит, и начали соображать. А, предчувствие все, понимаешь, как удовольствие, надо было. Школьник, невозможно пробудить его утром, невозможно встать утром, все знакомы, кстати, вставай, не хочу, какой-то тюль, какое-то путешествие, он разбудил всех в доме еще в 4 утра, стал первым без будильника, все-все-все, сам, все-то, куда, что-то, что получается? А дурное побуждение это то, что толкает человека, наоборот, можно по себе проверить, все очень правильно. Если человек чувствует, что идет тяжело, значит, хорошее дело, надо бороться. если чувствуешь, что идет с таким удовольствием, а, сам встал, сам побежал, это точно, нет другой возможности, дурное побуждение само участвует в этом, само, не знаю, сам, главнокомандующий в этом участвует. Когда ты увидишь, что дурное побуждение приходит к тебе со всеми этими доводами и подобными ими, отвечаем так, то есть, поняли, где находится проблема, теперь как бороться с этим. Что разум должен ответить? Никакое горе или страдание, которое я когда-либо познал в моей жизни, из-за дел, связанных с услужением Господу, не оставило на мне никакого следа. Что ты придумываешь? Надо сесть спокойно, да, и сказать разумные вещи своему дурному этому началу. Что ты придумаешь? Какие страхи ты на меня напугаешь, наводишь? Это же все, что связано было со служением, никогда не оставило никакого следа, никакого вреда. Оно всегда миновало быстро, и награда за него пребудет для меня навеки и не иссякнет. Например, приводит те же самые примеры. Человек, принявший пост, после того, как он воздержится от еды днем и поест ночью, ну, ночью-то он ест, верно, пост днем, вечером ты поел, поел, как будто и не постился. И действительно, даже как только заканчивается время поста, обратите внимание, народ практически уже обессилен, то есть, во время поста обессилен, то есть, они уже на-на-на-на-на-на-на-на-на-чет, чуть ли не... Как только закончился пост, еще не успели поесть, Вдруг сила вернулась, все уже готово. А после того, как поел, вообще забыл даже, что было пол. Навредило тебе, не навредило тебе. Сходил в больницу, вернулся. Ну, заболел, не заболел. Ну, где ты видел это? Его сила вернется к нему, а награда будет храниться для него. И точно так же тот, кто бодрствовал в час ночи, поспит. И легко с тела вернется к нему. Как будто он не бодрствовал и останется ему в издаянии. За бодрствование и награда, за молитву навеки. Ну, человек думал, все, 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 не смогу больше утром, утром не встану. Вот днем не смогу его функционировать. Смотришь, вовсе не так. Чуть-чуть отдохнул. И это восстановило его силы. И он хорошо может функционировать. То же, что касается помощи бедным, я уже подробно это объяснял. Наоборот, состояние человека с точностью наоборота, оно, чем больше человек дает заки, тем больше ему возвращается с небес. Тем больше он богатеется. Когда же дурное побуждение будет склонять тебя к греху, ты должен принять к сердцу и представить перед ним умственным взором быстротечность удовольствий. Приняя внимание, какие из них разрешены, какие запрещены, подумать о позоре и наказании, которое останется в удел тебе запретных из них, как в этом мире, так и в будущем. И тогда твое дурное побуждение будет побеждено, и станешь расторопным в добрых делах, и оставишь дела дурные. Тут уже в одном этом предложении, смотрите, сколько много кроется. Как победить? Как победить? Победить. Одно из путей, возможности, одна из возможностей победить свое дурное начало. Использовать разум для того, чтобы прокрутить варианты того, что может произойти. Ецерара, он использует воображение. А мы должны использовать наши силы разума. Это как прокрутить некий такой фильм, такой вперед, вперед. Очень хорошо, да. Вот я действительно сейчас поеду, да, я посмотрю, да, я скажу. У меня есть что сказать. Я посмотрю, а мне очень интересно, что там. Да, я на кнопку нажму, нажму. Единственное, там очень интересно. И тогда это все, все, все. Прокрутить, а что будет дальше? В момент, когда это не происходит, разум еще способен это как бы осознать. Когда это происходит, все, разум отключен. Уже там не о чем говорить. Ну, до того как. Или после того как. Есть возможность разуму с этим бороться. И тогда, если он преуспеет в этом, есть шанс, что мы в следующий раз в эту ловушку не попадем. И что тогда нужно себе представить? Ты должен принять сердце и представить перед своим умственным взором. Слышите, умственным взором. Быстротечность, удовольствие. Ой, быстротечность, удовольствие. Кто помнит эти удовольствия, скажите? Вот разум, вот сейчас себя прикинул, да. Вот, в принципе, вот как у меня прошел день. Утром хорошо встал, так знаете, хорошо, так сказать. Встал хорошо. Газета. Часечку кофе. С булочкой. Сколько времени ушло. Ну, ознакомился с тем, что происходит в мире. Ну, заняло где-то в районе часа. Потом, на всякий случай, проверил в интернете, если правильно пишет. Надо в вас верить, надо сказать. Услышал еще заодно по радио сводку новостей, что ничего не пропустить. Теперь это то, что было сегодня. Сколько заняло? Ну, часа полтора. Ну, расскажи, пожалуйста, что ты слышал в течение этих полтора часов? Ну, смотрите, я могу вам рассказать, пожалуйста. Вот было это, 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 это. О, Мацуян, очень хорошо, у тебя хорошая память. Сколько заняло это рассказать? Ну, пять минут. А что ты делал полтора часа, ты помнишь? Ну, в процессе было. В процессе. А что вчера было? Секундочку, дайте вспомнить. Ну, приблизительно в то же время потратил. Но что было, я уже не помню. А позавчера вообще не помню. Я точно не помню. Вот это безделие, вот это времяпровождение такое, когда мы полностью отдаем себя в руки нашего воображения. То есть, читать, читать, вот это, то произошло там, это произошло там, это там. Или смотреть, вот такое новость, и тут пришло, и это новость, и тут, и тут, и тут. Это не связано с разумом. Разум может прочесть одну строчку. Все новости, которые есть, люди разумные и знают. Все остальное, это бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе, это чтобы, ну, люди должны получать зарплату, которая работает на средствах массовой информации. Они должны делать, как бы, салат вокруг. И есть, как, в принципе, новость сама, она укладывается в одно предложение. А из этого можно сделать, ну, целое такое, развести это на несколько, чуть ли не на целый час. Со вступлением, с кульминацией, с завершением, с всякими разными идеями, как это могло бы произойти, с решениями, которые могли бы сделать. Все, все фантазии. В жизни это все может даже не осуществиться. И человек смотрит это, интересуется, ему так важно. Только одна сторона жизни, а все остальное. Сколько времени потратил на еду, сколько времени потратил на мечтание, сколько времени рассматривать что-то. Надо просто передвигать вещь с места на место. Или просто передвигать себя с одного угла в другой конец дома, своей квартиры. Пересел отсюда, не пересел, а потом пересел на диван. Нет, тут нехорошо, так сказать, пошел туда, открыл, закрыл. Надо покрутиться в доме. Кто помнит это все? Он говорит, прикиньте разумом. Кто прикиньте? Прикиньте разумом. Это все здорово, хорошо. Безделие это вещь очень такая, ничего не делая, тоже хорошо. Приятно, приятно, приятно. Кроме, не нагружай себя ничем. Приятно. Но кто-то помнит это. А что ты получишь за это? Что получишь за это? Что получишь в этом мире, что получишь в другом мире? А вдруг покажут, как тут пугают эти дотичники, весь фильм этого своей жизни покажут всем. И покажут, смотришь о том, что ты сказал, а ты ничего не делал. Вообще ничего. И жена все это видит. И мама с папой. И мы тебя такого воспитали. А, ты мне говорил, что ты занят, смотри, чем ты занимаешься. Ну, посмотри, тебе же стыдно будет. Подумать о позоре, о наказании. А, о наказании. Теперь надо теперь еще, надо вспомнить о наказании. Мало, позор, позор точно будет. Всяком сомнения. Это тоже наказание, сам позор. Но есть еще наказание, еще более-более существенное, которые есть, чем позор. Которые останутся в деле тебе от запретной из них. И мы даже не говорили о чем-то запретном. Мы говорили о том, что это не очень хорошее времяпровождение. А если человек сделал что-то запретное? Смотрел куда-то, сделал что-то, говорил что-то. Делал запретные вещи по торе. Ну, в каком удовольствии все это было. Очень хорошо, в удовольствии. Но какой результат этого потом? Подумай об этом. Как только мы не в этот момент, голова работает, а разум может прикинуть, оценить свою жизнь и принять решение. Все, завязан. Я больше такого вот расходовать драгоценного времени в своей жизни я не буду. Естественно, что через минуту он забудет это. Но, по крайней мере, на минуту он продержался. Тоже хорошо. И дизайн в следующий раз снова пробудится, снова и так далее. Еще, 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 еще. Есть такое, что он может пробудиться и что-то изменить в себе. Вот это такой путь. Давайте разберем еще один подход. Продвинуться у нас просто. Где-то рара, о нем можно говорить. Еще, еще можно сделать. Еще сотни занятий. Итак, что мы разобрали? Разобрали, что донное побуждение, что можно сделать? Оно использует наше пробуждение во время успеха или во время чего-то неуспеха, или во время каких-то проблем. Использует это. И тогда нагонит над нас, так сказать, все эти мысли о том, что хорошие дела пусть подождут. И вообще приносят только один вред от них. Вообще-то от этих... От хороших дел только один вред. А вот то, что вы говорите плохие дела, это в удовольствие, наоборот. Это здорово, хорошо, в радость. А приятно все это делать. И найдет этому все оправдание. А этому надо все ответить. Ну, хорошо, все правильно. Ты хорошо рассуждаешь. Только подумай, а что в конце? А что после этого? Прикинь. Когда разум поймет, что после этого остаешься ни с чем. И даже не помнишь, на что потерял это время. Потратил в удовольствие время. Не помнишь даже о чем. Но время прошло драгоценно, выделенное для добрых дел. А ты его стратил для чего-то недостойного. Увы. Тогда придется зачарование. И может быть, что сказать, возможность уберечься от этого дурного начала. Итак, следующий. И после того, как дурное побуждение потеряет надежду победить тебя таким образом, как было описано здесь. И ты исполнишь задуманные тобой дела, относящиеся к служению. Переворишь его. Выполнять, выполнять, делать, делать. Плохие дела. Нет, хорошие дела, да. Оно будет пытаться внести в твое сердце заботы и постоянные тревоги, чтобы ты пожалел о добром деле, который уже сделал. Так, чтобы ты не получил на него награду, и чтобы не принял его у тебя творец. Это, что ли, бойся же, вы знали, это одно из самых страшных вещей, которые есть. Жалко, что мало времени есть. О чем тут речь идет? А ну, слушайте сейчас. Слушайте сейчас. Это очень важно. Мы можем попасться в это. Смотрите, большинство из нас не в состоянии бороться со своим дурным началом, проигрывает эту войну. А есть, кто выигрывает. Есть, которые побеждаетесь, которые соблюдаетесь, которые знают, что это плохо, не делают этого хорошо, не стремятся к этому. Что делают царя? Он видит, что они преуспели. Что он делает? Наоборот, он говорит, хочешь сделать доброе дело? Да, делай. Хочешь сделать? Боишься делать плохое? Не делай. Я тебе помогу. Все равно у тебя ничего не получится. Я тебе в конце ножку подставлю. Ты у меня все равно до конца доброе дело не сделаешь, а плохое все равно, люди знают, к нему придешь. Как это делается? Смотрите, как это гениально устроено. Перед этим мы сказали, что используется. Используется вот это настроение успеха и этого, этого, этого. А сейчас тут используется совершенно другим. У человека есть два чувства, которые необыкновенно влияют на его жизнь. Одно называется радость, а другое называется печаль, грусть. Противоположность радости. Печаль, печаль, грусть. Люди печалятся, грустят. Знаете, иногда хандра наступает. И все это грустно, печаль. Надо такой степени, что, знаете, иногда кто-то, знаете, человек находится в процессе этого грусти, какой-то печаль, кто-то звонит. Чего звонит? Говорит, нет, не мешай мне, хорошо пошло. Знаете, хорошо груститься, хорошо еще это себе сделать, себе чашечку кофе, да, да. И около окна, да, и смотреть в окно, и грустить, знаете, так идет. Еще какой-то стих какой-то, знаете, грустно веет, грусть, тоска, еще что-либо. Люди, все плохо, нехорошо. Нехорошо. У нас так говорят. В принципе, печаль, грусть, это вещь не запрещенная. Нет вторе запрета печали и грусти. Нет. Так же, как нет повеления радости. Есть в Самахтабахагеха, есть радуйся в празднике, да. А так вот, чтобы радоваться. Но говорят, кто понимает, говорят о том, что верно, нет запрета и нету повеления. Нет запрета печали, грусти. Нет повеления радости. Но печаль и радость – это то, что, в принципе, приведет нас печаль, грусть ко всем нарушениям, которые есть. А радость к исполнению всех повелений, которые есть – это база. Это то, что несет. Это фунами. Это то, что несет. Это опора какая. Есть опора. Представьте себе, что человек в плохом настроении. Печалится, грустит. Прекрасно. У него все подготовлено для того, чтобы сказать себе, а для чего мне это надо, кто это вообще придумал, надо быть взрослым человеком. Все, весь набор, который вы слышали, да. Любое практическое нарушение можно сделать под шумок вот этого плохого настроения. А у меня плохое настроение. Естественно, если плохое настроение, значит, я уже не встану на молитву, я уже не выполню такую митцовую, не сделаю такую митцовую. И, знаете, плохое настроение, но надо что-то подняло меня это настроение. Да, ну, может, надо пойти там что-то, устроить какой-то карди-балет, не знаю, пойти куда-то с ребятами, выпить то, это вот, да, поднимет настроение, аж плохое настроение. Один парень сказал, что мне говорить, а не смотреть на девушек? Мне вообще все рады в жизни только в виде девушек. А вы, говорите, на них не смотреть, так что мне, вы заберете, мне вообще все рады в жизни? Ну, правда. Если у него все в жизни есть, это единственное, он прав, действительно, только то ли это, то ли это, это или нет. Что за этим всем крается? Сейчас слушайте сейчас страшную-страшную вещь. Находится это в пророке, о том же, в пророках учится, что... Правило такое, если человек сделал хорошее дело, а потом сделал плохое дело, то за хорошее он получит хорошее, за плохое он получит плохое. Наоборот. Сделал плохие дела, а потом сделал хорошие дела, одно другое не перекрывает. За хорошее, за плохое сделает, получит наказание, за хорошее получит. Тут же описывает пророк, что может быть и не так. Человек сделал хорошие дела, а потом сделал плохие дела, и о первых хороших делах вообще нету памяти. Спрашивает Талмуд, как может быть? Так, первый вариант или второй вариант, так это, все это остается или наоборот, добрые дела, они стираются. И отвечает о том, что в русском переводе об этом было, это сопровождалось осожалением, это не сопровождалось осожалением. Что это значит? Большое-большое дело. Бывает такое, что человек сделает доброе дело. Сделал доброе дело, помог другому, поехал, не знаю, цедака, встал утром, то и то. И вдруг у него какая-то мысль появляется, а что я это сделал? Какое-то такое произошло, в принципе, да не нужно это было. Или у меня от этого только одни проблемы. Я вот из-за этого опоздал, а у меня из-за этого ничего не получилось. А из-за этого что сделал человек? Он все это доброе дело, он все это смел, как будто и не было его. Иди, знаешь, что получит еще за это доброе дело наказание. Знаете, как в том, я не знаю, то ли анекдот, то ли правда, когда хозяйка говорит своим гостям, «Кушайте, ешьте, ешьте, все дорого». Как вы говорите? Все равно выбрасывайте. Или все равно выбрасывайте, или смотрите, все дорого, или все это самое. То есть что она сделала? Она... Или муж. Да, то есть это то, что сам слышал своими ушами. И жена ему не простила, ему уже прошло 5-6 лет, она ему не простила. Она хотела кольцо. Кольцо. Не дешевое кольцо. И он ей купил. И он ей сказал, «На». Знаете, это не дешевое кольцо. Ты знаешь, сколько оно стоило? Она все, она это не приняла. «Мне не нужно твое кольцо. Как нужно?» Веки-сор, они за этого кольца, которого... Он остался, смотрите, без головы. Он остался и без денег, и без кольца, и без удовольствия от подарка жены. И она осталась без кольца. А все, 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 все разрушилось. Вот это одно. Что делает этот Ецарара? То есть ты уже сделал доброе дело? Ты уже купил ей кольцо? Ты уже заплатил? Ты уже оторвал от себя? Уже все сделал? Что тебя тянет? В конечном итоге в эту бочку с медом чуть-чуть... Йогтя. Понимаете, что такое дурное начало? Это дурное побуждение. Оно не даст нам, если уже сделали хорошее дело, Он говорит, не-не-не-не, делай его, но ты все равно, я в конце там что-то, я тебе ножку подставлю. Я тебе скажу. Один человек рассказал, что он ехал с машины, и видит, стоит старичок такой, видно, что их тянет тяжело. Развернулся, спросил, если нужно подвезти. Он говорил, да, вот я живу там, ты-та-та, и поехал туда. Взял его и отвез. Естественно, что когда он вышел, он стал его благословить и благодарить. Что этот человек сказал? Да, а, а что он ему говорит? Спасибо тебе, спасибо, что ты меня подвез. Так он говорит, я был в другом направлении. Я, в принципе, я поехал, я сделал этот самый, я вообще, так сказать, знаю, что это не просто так, это не, я вообще, это в другом районе я живу, я не, я привез тебя в другое место, я тебе, в принципе, вместо такси привез. Это не по дороге было, да? То есть на самом деле спасибо, которому полагается, оно гораздо... Он сказал одну фразу, двух словах. Что он сделал? Он зачеркнул мне всю свою митву. Сиди спокойно в жизни, Иисус, закрой рот. Не говори, по крайней мере, ничего. То есть, если человек сделает доброе дело, которое уже сделал, так что сделает все, чтобы он не получил у него награду, чтобы не принял у тебя его творец, а если ты совершил грех, оно постарается посолить твоим сердце веселье, чтобы ты радовался сделанным, чтобы укрепить тебя на этом пути и вселить тебе стремление согрешить вновь. О, и наоборот, то же самое. Если человек... Человек тут проверяется, вот тут проверка всему. Что вы знали? Это проверка всему. Сделал хорошее дело. Что надо делать? О, надо радоваться. Оказывается, если сделал хорошее дело, и это пробудило в тебе радость, ты получаешь, что называется, добавку. Такое есть, такое, ты знаешь, это как бы... Добавляют тебе к твоему вознаграждению. Больше, чем есть. А если ты сделал доброе дело, и что? И... Пожалел о добром деле, то что произойдет, то ты потеряешь все доброе дело. Теперь. Плохое деяние сделал. Если сделал плохое деяние, и после этого расстроился, стал сожалеть, иди, знай, может, это плохое деяние, оно тебе... Ну, не так ты будешь судим с этим плохим деянием. Почему? Потому что сердце твое, оно не хотело этого, ты сожалел об этом. А если ты радовался этого, а, получишь дабл, кафуль. Это двойное еще наказание получишь. Не только, что ты плохо себя сделал, но еще и радовался этому, получишь двойное. Что идет? Боролся ты с Ецарарой или нет? Надо знать одно, это простое правило, мы этом завершаем. Весь вопрос крутится в окружном вопросе. Человек, он борется с ним или не борется? Если он вообще не борется, то он за это еще получит наказание, что не боролся. Борется, еще и не знаю, с косят ему за то, что он боролся. Даже если он не преуспеет. Слышите, даже не преуспел. То есть, боролся и проиграл. Но с этого боролся. Уже совершенно другое. Но если ты разгадаешь его хитрости и проявишь вдительность, чтобы разглядеть его ловушки, то сумеешь уберечься с Божьей помощью. Но если не разгадаешь его хитрости, то оно повергнет тебя внезапно и пустушит свой колчан, стреляя в тебя коварно, как сказано об этом, пока не пронзит стрела печени его. Как птица спешит он в селки. Так сказано в книге Мишлей. Что имеется в виду? Имеется в виду о том, что вот это желание подставить ножку, оно удивительно, оно как стрела. Оно приходит как ниоткуда. Ты даже не посмотрел, откуда не успел. Не успел вот как этот человек. Он сделал доброе дело, взял его, поехал в другой конец города, отвез его туда. И в конце непонятно, вдруг изо рта вылетело, пах, несколько этих стрел, прибило его самого. Надо быть осторожным. Как? Заранее быть к этому готовым. Еще раз, еще раз. Помните о том, что человек веры, у него нет возможности вообще, чтобы у него была грусть. И чтобы он был в состоянии, в том, на том, сказать, печали, несчастный, нету, нету, нету. Нет в мире ничего, что может быть плохо. Не существует. Не существует. Ведь Творец изначально знает, в каком состоянии ты находишься, верно? Но если он знает, он тебя к нему и привел, а если он привел, то от него все добро. Значит, это добро. Что тебе быть? Добро надо быть, быть, все. В бодром состоянии духа, в радостном. Зрата Шеем, кто находится в радостном состоянии духа, желание будет только выполнять добрые дела. А кто грустит и печалится, то знайте о том, что тут же поджидает его все проблемы этого дурного побуждения. Всего доброго. Привет из Русалима. Продолжим следующее раздальше. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова